Консорт передачи «Город женщин» – торгово-производственная компания «Камелёк». Доброго дня! Мы вот сейчас с девушками заспорили, что должно в этот момент произойти. Фанфары ли должны какие-то заиграть, или фейерверк какой-то ворваться в эфир. Не знаю, но «Город женщин» – это, по-моему, просто праздник какой-то, ведь так же? Сегодня мы, кстати, вместе с праздником принесли полезную тему. Это порядок в доме, порядок в голове, порядок в душе, в общем, во всех сферах нашей жизни. В первую очередь я, конечно, хочу спросить о хозяйке нашей вкусной шкатулки, Ирины Дегтяревой, что значит для тебя порядок? Ну, конечно, для меня порядок – это самый главный порядок в доме, чтобы было вкусно, уютно, и все были счастливы и здоровы. Но у мастера коучинга Александра Иванова свой ответ наверняка, так? Конечно, я приготовила, как обычно, несколько методик, о которых мы сегодня поговорим, о том, как навести порядок в душе и порядок в доме. Превосходно! В ожидании этого знаменательного момента несколько секунд тишины. Ой, нет тишины! Насчет тишины я, конечно, погорячилась. Никакой тишины здесь не будет, хотя порядок быть обязателен должен, поскольку впереди у нас рубрика «Счастье быть собой». Именно она нам откроет двери в тот самый странный мир, порядка в душе, в голове, и вот в этом триединце, да, и в доме, и в отношениях. Я сегодня хочу рассказать об очень интересной методике, которую создали Лорен Розенфельд и Мелва Грин. Это одна из них доктор, другая занимается холистическими такими, да, здоровительными методиками. Их книга называется очень интересная, она называется «Дышите свободно! Как беспорядок в доме поможет вам разобраться в себе». Почему именно беспорядок? То есть непорядок, да? Да. Оказывается, по их мнению, они изучали достаточно много случаев тревожности чрезмерной или патологического накопительства, когда люди, ну, вы такие, наверное... Не могут выбросить старые вещи даже, да? Да, и они снимали, кстати, телепередачи о том, как вместе сводили людей, которые разводят огромный хаос вокруг себя, и те, которые страдают вот прямо патологической страстью к порядку. И они помогали друг другу облегчить, вообще говоря, это проявление одного и того же симптома. Какого? То есть это, в общем, достаточная такая, ну, как бы, можно сказать, неврастения, когда человек вот от этой вот чрезмерной тревожности или ищет спасение в вещах, либо наоборот в порядке и боится всего нового, микробов там и так далее. Спасение даже в вещах можно искать? Ну, как ни странно, да. Ну, это же такое привычное нам, то есть оно неизменно стоит где-то, на своем месте должно стоять. Это нам ложное чувство порядка во всем придает. И вот они предложили такой метод, который называется SLICE. Это вообще акроним от английских слов STOP, LISTEN, INTENT, CLEAR ENERGY. То есть остановись, послушай, поставь цель и начинай действовать, получи энергию. Вообще SLICE, это означает также и ломтик, да, то есть вот как бы по ломтикам очищая, очищая, вот то, что вот лишнее в твоем доме. Вот, например, почему они говорят, начинай с того, чтобы остановиться. Вот когда, это же очень актуально сейчас перед Новым годом, все мы будем наводить порядок, да. И вот ты останавливаешься и перед каждой вещью слушаешь себя. Что же ты чувствуешь, глядя на эту вещь? И я так попробовала сделать, на самом деле, вот берешь ее в руку. Это же никогда не закончится уборка, если я начну думать над каждой вещью. Если каждой нужно будет брать, да. Ну, в общем, у нас же не так уж много вещей, да. Ну, понятно, некоторые очевидные мусор, мы их сразу выбрасываем, здесь смысле не возникает. Ну, есть много вещей, которые мы из года в год храним, забиваем комоды. Я вот недавно посмотрела на комод и подумала, целый квадратный метр, вот сколько стоит квадратный метр жилой площади, да. Ну, как минимум 50 тысяч квадратных. Это минимум, да, а вот от 60 там до 100. И вот этот 100 тысяч квадратный метр забит непонятным чем-то, да. Ну, как же, как на кухне, например, подхожу я к своему шкафу, смотрю, стоит у меня чашка, например, какая-нибудь, да, и я смотрю на нее и думаю, вот она приносит она мне радость или нет? Если она приносит мне радость, она мне нравится, я из нее каждое утро пью чай, значит, я ее оставляю, правильно? Или она очень красивая, да, и украшает там твою дверцу какую-то стеклянную. Да, да. И вот они рассказывают о случаях, когда люди, например, сохраняют вещи ушедших людей, да, или, допустим, там что-то произошло, нет силы с ними расстаться. И вот когда слушает человек вот эту вещь, то на него какие-то эмоции начинают вот у него изнутри подниматься. И этот процесс он достаточно действительно может долгое время занять, чтобы прожить вот те эмоции, которые не смогли, не смог человек когда-то прожить, ну, не справился, может быть, с ними и убрал на хранение вот вместе с этими вещами. И вот после того, как он прослушает, проживет еще раз, то здесь уже он может принять решение, да, послушав себя. И после того, как вот этот вот первый шаг остановиться и послушать выполнен, следующее, они говорят, что нужно сделать, это поставить цель для каждого помещения в своем доме. То есть вот, например, если это гостиная, иногда она вот превращается вот в что-то непонятное, что люди начинают жить полностью в кровати, там же читать, там же есть и так далее, да. Особенно дети. И для каждого помещения в своем доме сделать такую вот модель идеальную, из трех слов, символов описать. Вот, допустим, гостиная, ну, с чем может она ассоциироваться? Гости, гости, отдых, вся семья. Да, и тогда убрать все то, что касается работы, то есть чеки, счета, калькуляторы, компьютеры и прочее, то, что вот связано у нас с работой, перенести куда-то в другое место. Либо хотя бы на зоны. Либо от зоны нужно иметь отдельный кабинет тогда. Ну, к сожалению, да, у нас у многих вот есть очень маленькие помещения, но тогда выделить хотя бы, зонировать, что здесь мы конкретно создаем зону для работы, а не так, чтобы все расползалось, занимая вот все пространства. И на самом деле получается, что у нас ни для отдыха нет места, ни для работы нет места. И это есть метод тыквы? Нет, метод тыквы это следующий. След, третий шаг, это, потому что я уже рассказала про следующее, всем любопытно. Конечно. Третий шаг, это очищай. Очищай, это, понятно, убрать все лишнее. То есть те вещи, которые уже отработали свое, да, те, которые вызывают не те эмоции, которые нам хочется, оставляем только то, что радует действительно, только то, что напоминает нам о чудесных мгновениях. Все остальное убираем. В кабинет. Может быть, раздаем. Вот есть проекты типа обменяшки, например, да, или же благотворительность. Или отложишь тот же подросток от визитей. Ну вот есть секрет трех коробок известный, да? Да. Берете три коробки, в одну вы складываете вещи, которые вам... Сейчас я закончу, подожди, вот с этим, да? И, значит, следующее, это энергия. Когда у нас есть пространство чистое в доме... Да, вот это я совершенно согласна. И когда у нас так же чисто в душе, тогда у нас приходит энергия. Потому что весь вот этот хлам, который мы собираем, да, это есть хлам в душе на самом деле. Почему это называется методика, как беспорядок показывает нам о том, что у нас внутри происходит. Это же зеркальное отражение того, что происходит внутри. Конечно. Непорядок в мыслях, непорядок в душе, в отражении. Он может выражаться в хаосе, который царит у тебя дома без конца. Если беспорядок дома, значит и в жизни точно. И к этому нужно вот именно отнестись гуманно по отношению к себе, к своему прошлому и к своему дому. Послушать, что же в этих вот предметах, символах мы запечатали. Что же мы не смогли вот когда-то это принять, прожить. И спокойно потом уже отпустить эту вещь, сказать ей спасибо. Вот у Мари Кандо же есть, да, что она общается тоже с вещами. Каждая вещь, это наше время, мы заплатили за нее деньги, собственно, время жизни потратили. И она говорит, что нужно благодарить эту вещь и отпустить дальнейшее плавание, пусть она живет и приводит пользу кому-то. Я закончу. В одну коробку мы складываем все, что мы хотим выбросить. Во вторую коробку то, что можем отдать на благотворительность, либо продать, а в третью то, что мы хотим поставить. То есть это получается дополнение к этому же методу, просто ты каждый раз не просто механически, но еще и слушаешь. Вот ты отложил на хранение, но ты ее еще раз берешь и думаешь, почему же я хочу ее сохранить все-таки. Ну и если ты для себя не решил, откладываешь, через год вернешься, повторишь, тогда уже решишь судьбу этой вещи. Так, то есть вот пространство, это важно и для дыхания, и для жизни, и для энергии в захламленном месте. Голова это будь или пространство наше, да, жизненное, это все задерживает энергию. И поэтому вот перехожу ко второму методу, который нам всем очень понравился, метод тыквы. Вообще этот метод придумал Майк Майковиц, и он относится, собственно говоря, к бизнесу, но совершенно отлично применим и к наведению порядка в доме. Ну может тыквы мы не все выращиваем, но огурцы-то уж точно все, да? И мы знаем, что если не прищепить лишние плети... Разрастется в пустоту, честно говоря. Вот, и мы не получим урожай. А этот вот фермер, он придумал метод, наблюдая за тем, что вот убирает абсолютно все лишнее, оставляет одну тыкву, и она у него всегда чемпион. Он побеждал на всех выставках. Он, наверное, любитель Джани Радари был, я знаю, он сказку эту любил, просто впечатлился. Поэтому, как навести порядок? Послушать и потом безжалостно убрать все лишнее из своей жизни, из своего дома. Лишние проекты, то, что вас не радует, то, что вы по привычке тянете или еще что-то. Как раз у нас есть месяц перед Новым годом для того, чтобы сделать вот эту ревизию и убрать все лишнее. И правильно говорят, что если вы хотите привлечь в свою жизнь что-то новое, нужно обязательно избавиться от хлам. И вы знаете, вот слово культура, оно же от сельского хозяйства пошло как раз о том, чтобы убирать все лишнее. Мы все знаем, если морковку посадили и не убрали сорняки, у нас вырастут сорняки, да? И то же самое у нас в душе. Каждый день убираем все сорняки, оставляем только нужное, ценное, то, что даст нам результат. Причем убирать это, ведь огурцы тоже жалко, да? Жалко, ой, жалко. Потому что вот он такой уже... И думаешь, ну, может, подрастет, а его кормишончики такие. Давайте дадим шанс этому проекту в своей жизни. Пусть он еще, вот, может быть, он даст плоды. К сожалению, нет. Все практика показывает, да, что из ста проектов один может и вырастет, которые вы так это о культуре пытались. Ведем четко цели и действуем по направлению к этим целям. Оставляем только то, что нам нужно. Да, оставляем только нужное. Это даст нам энергию, это даст нам результаты. Золотые слова еще раз хочу подпочить. У нас вообще дом, это же как единый такой целостный организм, да? Через которую, через каждую комнату проходит энергия. Абсолютно верно. Через кухню, в том числе кухня, это вообще сердце дома. Это, по-моему, генератор энергии, по крайней мере, моим пониманием. Источник изобилия, поэтому она должна быть всегда чистой. И самое главное, плита. Держите плиту в чистой. Есть целые направления, там, фэн-шу и так далее, которые говорят именно о том, чтобы энергия должна приходить, что должно быть пространство для творчества, для жизни. Ну, а я люблю повторять о том, что все-таки нужно держать свою душу в порядке, прежде всего, и наводить порядок внутри. Потому что, если на улице пасмурная погода, и вы считаете себя таким, ну, зависимым от нее, возможно, просто вы не умеете наводить порядок в своей душе. Надо зажигать там внутри солнышко. Нужно самому быть таким светилом, быть источником хорошего настроения. И главное, к себе относиться очень по-доброму, понимать, что все, что мы делаем, это нужно было в какой-то момент. В том числе и хаос был нужен именно для того, чтобы подумать над этим. И он с нами разговаривает. Мы каждый раз говорим, зачем мне нужна была эта вещь? Она что-то нам дала, каждая вещь нам что-то дала. Да, но отыграла и ушла. Да. Кстати, мы сейчас делаем то же самое. Мы уйдем, но ненадолго. Вернемся сразу после рекламы. Субтитры сделал DimaTorzok Адреса магазинов Камелёк, проспект Ленина, 36, торговый центр Айсберг, крестьянский рынок, ТРК Азия. Есть телефон единой справочной службы 727-258. Камелёк – это тепло родного очага. Все подробности об акциях вы можете узнать у продавцов и консультантов и в Инстаграме. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор, но прежде чем вернуться в студию и более подробно уже обсудить все, так сказать, аспекты порядка, в том числе и во внешности, я хочу еще немного времени вашего попросить, поскольку сейчас мы узнаем о том месте, из которого пришла наша героиня. Героиню мы представим сразу после сюжета. Ну а пока внимание на экран. В Якутской городской больнице номер 3 появился уникальный аппарат, который борется с проблемами кожи с учетом индивидуальных особенностей пациента, что намного эффективнее помогает сохранить молодость и красоту без операционного вмешательства. Наш лазер отличается от всех остальных. Это то, что он такой один в городе, не повторяющийся, не дублирующий ни в одном медицинском учреждении. Он берет как молодую кожу, так и зрелую. Также он борется с возрастными изменениями, с рубцовыми изменениями, шрамами, пигментами. Очень хорошо, что сейчас современные мамочки заботятся о коже своих деток. И с их, конечно, добровольного соглашения мы берем такой возраст, как 16-17 лет, недостигших совершеннолетия. Для каждого пациента, в зависимости от того, какой участок кожи, какая проблема, мы выстраиваем параметры. Температуру, волну, длину волны. Процедура не такая уж болезненная, но она ощутимая. Но для полного комфорта мы, безусловно, обезболиваем пациента. Используем мы аппликационное обезболивающее в течение 20-25 минут. Исследования доказали, что возрастные проблемы кожи возникают не на поверхности, а на глубине 1,5 мм. Уникальность лазера Фраксель в том, что он воздействует на заданную глубину и помогает восстановиться. Чувство жжения сохраняется в течение 3-4 часов. Потом все успокаивается. Уход обычный, как обычно. Единственное, что увлажняющего крема понадобится больше. Ощущение будет скованности, сухости. Но про эту кожу, которую мы обработали, вы можете забыть. Покроется корочкой, начнет отслойка, и под ней будет свежая, новая дерма. Молодая кожа. Айталина Валентиновна в первый раз попробовала на себе данный аппарат. Говорит, что долго решалась и очень волновалась. Но работой специалиста довольна. Она расспрашивает все хронические заболевания, про все хронические заболевания. Сдаем анализы, какие необходимы. Ну, основные такие общеклинические анализы. Она смотрит даже на психологический настрой пациента. Очень доверительно разговаривает с пациентом. Мне очень понравилось у нее. И потом она подробно рассказывает весь ход процедуры. И когда ты информирован, ты вооружен, ты уже не страшишься. Многие женщины, да и не только, мечтают об ухоженной и прекрасной коже. Теперь для жителей нашего города это стало возможным и абсолютно реальным. Благодаря новому аппарату и профессиональному подходу. Как и обещали, мы пригласили уже гостя. Ту самую девушку, которую вы только что видели на наших экранах, вы увидите уже у нас в студии. Это Юлия Михайлова, врач-дерматогенеролог, косметолог. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас первый вопрос. А вы сами пробовали эту процедуру? Да, неоднократно делала. Неоднократно? То есть это многоразовая процедура? Ну, если это на омоложение, то в год три раза ее делать можно. Три-четыре раза. Понятно. Ну, меня немножко что тут смутило, что она все-таки выгорает, эта кожа? Что с ней происходит? За счет воздействия высокой температуры, да, мы своего рода совершаем ожог, да, обжигаем ее. 25% дырмы мы поражаем, в последующем она слазит, ну и обновляется. Понятно. Ну да, простые с вами это ожог, искусственный ожог. Ну, в общем, я, насколько я могу судить, результат прекрасен, мне все очень нравится сейчас. И я знаю, что впереди Новый год, стало быть, как-то нужно себя взять в руки, откинуть страхи, возможно, и прийти к вам. Так же, Александр? Вы все об этом подумали. А может быть, еще какие-то есть, вот, допустим, кто пока не решился, а что вы им посоветуете вот в течение месяца, чтобы получить результат? Вот, чтобы к Новому году подготовиться, что можно сделать? Ну, это процедура не выходного дня, если ее к Новому году, то заранее, да, хотя бы за 2-2,5 недели, да, чтобы пациент успел восстановиться, идти в себя. А если это в совокупности с другими манипуляциями, ну, что, как правило, мы всегда советуем, да, то это еще лучше. Конечно, мы там индивидуально подходим к каждому пациенту, смотрим на все нюансы, да, на все проблемы возрастные. И по здоровью, я так поняла, да? А еще какие можно проделать, вот именно, допустим, новогодние или после новогодней каникулы? Ну, мы предлагаем курс мезотерапии, биоритализации, контурная пластика, мезонити, подтяжка, да? В общем, я так понимаю, надо прийти, смотреть и разговаривать. Так не одни, не сообразишь даже, что тебе нужно. Потом специалист посоветует, когда, я полагаю, так лучше. Но все-таки страх, да, сидит. Я вижу, у девочек на лице написано. А по времени сколько длится эта процедура? С учетом обезболивания, ну, это где-то час. А какие-то противопоказания есть? Да, безусловно, это беременность, период лактации, онкология, в анамнезе. Ну, и аутоиммунные заболевания. Понятно. Мы сегодня говорим о порядке. Для женщины, конечно, порядок в доме, порядок на кухне, порядок с детьми, порядок в отношениях с мужем. Прежде всего. Но часто это все взаимосвязано с нашей внешностью. То есть мы с легкостью можем пойти к парикмахеру, изменить свою внешность, да, как мы думаем. Мы же на самом деле не меняемся внутри-то. Но снаружи хотя бы какое-то какое-то обновление. То же самое, я считаю, и врач-косметолог, он тоже дарит какое-то обновление. Вот вы как воспринимаете свою работу? Я очень люблю свою работу. Для меня это, даже не могу сказать, что это работа, это хобби какое-то. Люблю своих пациентов, поэтому я отношусь творчески к своей работе. Для меня каждая пациентка – это прям желание помочь. Ну и если пациент рад, то я тоже очень рада. А вы как-то их прослеживаете потом по времени? Да, ну как правило, все мои пациенты потом в последующем становятся моими близкими, друзьями, знакомыми. И обращаются ко мне как вот прям к родному человеку. Понятно. А где-то могут наши зрительницы увидеть о вас более подробную информацию? О салоне, может, вы представлены в интернет, наверное, да? Да, я есть в Инстаграме. Потом я все оставлю, если нужно будет. Конечно, нужно будет. Новый год на носу все-таки. Да, ну и я работаю в поликлинике, третья поликлиника известная, поэтому меня несложно найти. В третью поликлинику? А вот перед Новым годом, перед праздником, все же будут собираться на какие-то корпоративы, вечеринки, да? А вы можете предложить какую-нибудь маску, например, для лица? Вот что можно сделать такое простое? Процедура выходного дня. Увлажняющие маски, омолаживающие, да, конечно, почему нет? Ну, я думаю, что такие процедуры мы можем все сделать в домашних условиях. Мы единственное, что можем порекомендовать, какую правильную косметику, да, ну, использовать в домашних условиях, так сказать, посоветовать. Понятно. То есть вы можете определить тип, да, или приборами, или традиционно? Да, да, приборами, ну, и традиционно мы увидим, да. Есть аппликационное, как бы, чтобы выяснить уровень, да, жирности, как бы, поэтому. Можно мне вопрос? А что у косметолога на столе обычно? Что он ест? Ест? Да. Ест. Ну, потому что, может, мы, мы то, что едим. Соответственно, весь наш порядок или беспорядок тоже может оказаться на нашей коже. Абсолютно так, да. Я ем все. Я просто не ем на ночь. Вот так, наверное, правильно сказать. Я совсем не ПП и не ЗОЖ, поэтому... Прекрасно. Это самый лучший ответ, который мы ждали. Потому что очень приятно слышать от стройной девушки. Я ем все. Не ем только на ночь. То есть после скольки? После 7-8 я стараюсь не есть. Понятно. А есть какие-то экспресс-процедуры? То есть вот буквально у человека есть только час, да? Да, у нас как-то нет их людей, именно это полно. И может быть, приезжайте, что-то вот по-быстрому такое есть? Массаж. 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 Да. Оригинатные маски на подтяжку. Это даже будет от одной процедуры, да? Да, конечно. Оригинатные маски. Лифтинг, да, получите сразу. А кроме вот этих косметических процедур у вас наращивание ресниц? Да, еще или еще что-то? Нет. К сожалению, у нас только инвазивная и аппаратная косметология. Это же горбольница номер 3. Понимаешь, все, что касается кожи, здоровья. А скажите, вот эти процедуры, они же не входят в число обязательных? То есть вот там налоговые вычеты и так далее на них не положены, да? Это же не лечебное? Нет. Есть какие-то люди, которым вы даете рекомендации вот именно... По пластике? Не просто улучшить, да, а что-то вылечить, может быть. У вас есть такие, да, специалисты, ну, вроде хирургов. Да, конечно. Мы с ними совместно работаем. Если, ну, есть показания, то, конечно, там консультации специалистов. Ну, для наших юных зрителей может быть проблема акне и так далее. Да, очень актуально, да. Очень актуально. И, ну, здесь мы подходим, как бы, консервативное лечение. Плюс, если позволяют финансы, это лазерное омоложение, да, омоложение, говорю, лазерное лечение. Это тоже, да, показано. Да, вот мы только что слышали, вот на экране прозвучало. Вы берете, получается, разрешение от родителей. Это обязательно условие? Да, если ребенок не достиг совершеннолетия, если действительно есть показания, мы, да, берем разрешение от родителей. А можно ли сказать, что фактически вот лазер, это лазерное лечение, это новшество, которое... Или сам лазер просто совершенствуется? Что происходит? Можно сказать, да, что о нем вообще можно говорить бесконечно, так как альтернатива многим даже хирургическим манипуляциям, да, потому что в нем заключается и как лечение, и как омоложение, и как потяжка. Сказать, что можно. О красоте мы тоже можем говорить бесконечно. Но если вернуться к теме нашей программы, то порядок во внешности, он насколько хорошо помогает вам продвигаться по жизни? Вообще себя чувствовать, может быть, уверенно, не уверенно? Вообще вы зависите от внешности, от своей? Да, завишу. Так, ну-ка подскажите, как это происходит? Когда вы понимаете, что непорядок и пора? Ну, например, сама бы я вряд ли бы доверилась врачу-косметологу, который выглядит, на мой взгляд, как-то неряшливо, да? Наверное, так. Доверяют больше. Понятно. Спасибо вам большое, что вы и время нашли, и очень интересно рассказали нам во всем, показали самое главное. Два слова от вас, пожелания нашим телезрителям. Ну, в преддверии Нового года я могу пожелать всем здоровья, красоты. Мы, в свою очередь, на территории Якутской городской больницы поможем вам в этом. У нас сейчас очень хорошие скидки, поэтому мы вас всех ждем. Спасибо большое. С нами на связи была врач-дерматоминеролог, косметолог Юлия Михайлова. В больнице, городской больнице номер 3, ее надо искать и наводить там красоту. Мы вернулись в студию программы «Город женщин». Я рада вам представить ту самую рубрику. Вот очень широкая улыбка Александра говорит о том, что сейчас нам будут готовить вкусная шкатулка. Я рада снова приветствовать вас в нашей самой уютной кулинарной рубрике «Шкатулка вкусных рецептов», которую вы можете смотреть каждый понедельник. И сегодня я не зря в этом красном фартуке нарядном, потому что с сегодняшнего эфира мы начинаем уже подготовку к Новому году. И сегодня у меня в гостях наша замечательная хозяюшка, активистка клуба «Вкусная шкатулка рецептов» Варвара Николаева. Привет, Варя. Здравствуйте. Варя к нам сегодня пришла прямо с такими красивыми закусками, салатами. Это все мы будем готовить к Новому году, да, Варя? Да, без чего мы не представляем Новый год. Без шампанского, мандаринов, салатов оливье, селедки под шубой. Мы заранее готовим, покупаем различные продукты. И вот сегодня самые обыденные салаты, которые мы как хозяйки готовим для наших родных, любимых, я хочу показать совсем с другой стороны. Принесла, например, вот сегодня сюда в студию. Это что такое красивое? Этот салат вы никогда не угадаете, что... А мы не угадали, кстати. Мы тут все собирались вокруг, пытались угадать, и если бы Варвара не сказала, но попробовали, уже успели. Нет. Это селедка под шубой. Ингредиенты те же самые, только мы укладываем слоями те же самые продукты, промазывая их майонезом. Но последний продукт, это овощи у нас, свеклу, мы оставляем на потом, потому что берем блинчик, намазываем заранее приготовленную тертую свеклу с майонезом. Мы расскажем, как мы это делаем. Значит, нам нужно блинчики заранее испечь по своему рецепту, да, любые? Любой блинчик. Чем диаметр больше, получается у нас розочка... Больше. Больше, да. Это у нас свекла с майонезом, да? С майонезом, с чесноком. С чесноком. Берем... Отварная или запеченная? Отварная. На мелкой терке протертая. И теперь берем рулетико. Заворачиваем. Заворачиваем. И получается вот такой рулетик. Блинчики у нас маленькие, поэтому, соответственно, розочки у меня получились маленькими. Вот такой рулетик берем. Кончики отрезаем. Они нам не понадобятся. И вот сейчас берем по 2 сантиметра примерно где-то. Осторожненько, аккуратненько их отрезаем. Так, у нас там только свекла, а где же селедка? Селедка там уже все внутри. Ага, а здесь мы просто ее не положили, да? Да, мы только украшаем. Там уже внутри готовый салат, а сверху без свеклы только. Это у нас просто как для украшения блинчики, да? Берем, я думала, что и селедку туда нужно. Нет, салат обыкновенный, тот же самый. Но сверху он украшен розочками, это ему придает настолько необычный вид, что мы не могли догадаться. Да, и никогда не догадаешься, что там внутри. И украшаем потом петрушкой. Очень красиво. Так, а эти блинчики у нас? Блинчики, в принципе, можно завернуть, украсить таким образом любой салат. На этот раз я взяла ольвье, завернула. Можно также завернуть, завязать зеленым луком. Зеленого лука сейчас почему-то нет, по магазинам ходила, искала, поэтому вышла из положения по-другому. При украшении стола все-таки я бы пожелала учитывать еще и те обстоятельства, когда надо зону на столе не одними большими тарелочками накрывать, а салатами. Да, поэтому порционно, почему, можно же и порционно подавать салаты, украсить таким же образом, как большие. Порционные? Получаются они очень красивыми, индивидуальными. И если у вас столько гостей, вот обычно, ну, семья это 5-6 там человек, как раз вот этих, берем эти бокалы различные. Можно взять и стаканы обычные, из которых мы пьем соки, муссы. И также вот таким образом подавать. Очень здорово. Оливье у тебя с чем? С говядиной, с колбасой, с курицей? Как готовишь? Я никогда не делаю с колбасой, я люблю с мясом. С мясом. У меня подружка любит с колбасой, а у нас вот такие эти желания моих близких. Ясно. Вот, кстати, ты не видела вот такую вот штучку? Вот это специально для салата, тоже можно на Новый год использовать, да? Порционно. Она вот так вот, вот эта вот штучка отодвигается. В общем, мы сюда выкладываем также слоями разные продукты, и каждый слой вот такой вот. У меня есть и круглая, и квадратная. Это от магазина Тискома, который вы можете приобрести в торговом центре Туймада, первый этаж, а также в торговом центре Проспект, первый этаж. Магазин Тискома, все лучшее дома. Так, и вот это у нас, а вот это что за салат с морковкой? Это с семгой салат у нас, этот салат у нас с курицей, корейский салат. Я немножечко вот кислинку убрала именно вот этими ингредиентами, маслину взяла. Так, этот салат у меня называется Тиффани с курицей. Он получается очень нежным, и если сверху еще украсить различными цветами винограда, если взять, получается вот такой узор. Можно, если блюдо большое, в принципе, салат можно украсить и как гроздь винограда. Ух ты! Как гроздь винограда уложить, а сверху листьями петрушки также сделать листочки. И получается вот такая, как панно, красиво. Ну, прекрасно. У вас просто произведение искусства там на столе. И прежде чем я расспрошу вас более подробно, потому что у меня есть там еще пара вопросов по вашим салатам, я предлагаю все-таки вспомнить и о звездах. Мы о них незаслуженно забыли, а ведь они нам нашептали, что же нам делать, что надевать, как себя вести, чтобы не прогневать никого из астропрогнозов. Последняя неделя ноября уже стартует. Как же провести ее максимально продуктивно? Вопросов много, а ответов не так уж. Но звезды всегда готовы помочь. Ну что же, слушаем гороскоп. Овны, в конце месяца ваш организм будет нуждаться в отдыхе больше, чем обычно. Перед сном отложите свой прекрасный телефон куда подальше, потому что нужно спать не менее 8 часов в сутки. Тельцы. Разногласия сойдут на нет, обиды исчезнут, а потребность быть со второй половинкой усилится. Вам захочется просто бежать домой, чтобы скорее друг с другом обняться. Близнецы. Постарайтесь быть как можно более тактичными. Дарите радость окружающим. И тогда ваша собственная жизнь наполнится позитивом. Улыбайтесь чаще. Раки. Затащить вас в гости будет ой как непросто. Вы захотите спокойствия. Лучше всего использовать это время с пользой. И провести его за прочтением какой-нибудь интересной книжки. Львы. В вашей жизни появится человек, чьи манеры уж очень будут похожи на ваши. Это уникальная возможность. Наконец-таки взглянуть на себя со стороны. Девы. Наступающий месяц сулит вам много приятностей. Вас ждут неожиданные подарки, которые в этот период вы будете получать намного чаще. Весы. Можно затеять ремонт или же перестановку. Осуществить эти намерения вам поможет удача, которая придет в материальных делах. Поэтому смело воплощайте свои идеи. Но только осторожно. Скорпионы. Продолжайте расширять свой кругозор. Сейчас самое прекрасное время, чтобы начать изучать иностранные языки. А также ездить по миру. А то ваш чемодан уже совсем заждался. Стрельцы. От вас потребуется умение работать в команде. Сотрудничество сейчас даст наилучшие результаты. Поэтому звезды вам советуют запастись терпением. Козероги. Инициатива – это, конечно, хорошо. Но не забывайте о логике. И учитесь на чужих ошибках. Дайте себе, ну, хотя бы совсем немного, чуть-чуть передохнуть. Водолеи. Обновочка вам в этом месяце точно не помешает. Побалуйте себя, любимая. Будет ли это новая кофточка или же сумочка? А может и вовсе на ваших плечах окажется новая шубка? Рыбы, не скрывайте свои чувства и старайтесь показывать эмоции. Будьте просто собой. Ведь не зря говорят, что от сердца идет, то до сердца обязательно доходит. Смотрите наш звездный гороскоп каждую неделю. С вами была Маргарита Макарова. Пока-пока. Вернулись мы не только в студию, но еще и нашу вкусную шкатулку. Поскольку вопрос у меня все-таки был. Мой личный взгляд сразу же привлекло вот это вот красное поле. Это гранат, насколько я понимаю, да, покрывающий салат. Что в этом салате? Вот что это за салат? Он такой интересный. Салат этот куриный. Внизу у нас... А вы его поднимите, покажите. Что у нас? Курица, пекинская капуста и зерна гранаты. Сверху? Сверху. Понятно. Потому что у нас небольшой спор был, это брусничка или гранат. Я считала, что это граната. Так, и покажем, что у нас вот это вот, из чего украшение. Зимой хочется какой-нибудь красоты именно в плане того, что когда морозы, туманы, цветы же украшают воспоминания о лете. Поэтому у меня сегодня стол немножечко такой яркий, летний получился, да. Цветы, они всегда уместны на любых салатах. В принципе, тут, если сочетать содержимое, ингредиенты салата, такими же овощами и фруктами можно и украсить. У меня на столе получается отварная морковка, свекла. Из них я сделала, накрутила розочки. Таким же способом порезала на полосочки помидорку и огурец. Украсила листочками, опять же, петрушки и огурцы. Это с помощью чего? Обычного ножа. Обычного ножа, да? Понятно. А вообще, 2018 год, говорят, нужно встречать, чтобы побольше на столе было оранжевого цвета желтого, да, потому что это же год желтой собаки, земляной, да. Поэтому спасибо тебе, Варя, за то, что сегодня к нам пришла с такими вкусными, красивыми салатами. Надеемся, что еще не в последний раз. Хорошо, спасибо за приглашение. Спасибо вам большое. Ну, а мы вновь ждем всех в студии города женщин после небольшой рекламы. И сейчас нашу бравую, смелую, красивую компанию, ну, вы ее уже хорошо знаете, разбавит настоящий мистер смех. Я с удовольствием приглашаю сюда Дмитрия Ефимова. Привет! Беги! Хорошо! Вот как расслабать. Я тебя целомала, ты меня током ударила. Нет, спасибо. Моя мечта сбылась. Я когда смотрю нашу передачу, я все время думаю, хоть бы вот увидеть этого мужчину вживую. И представляете, мечты сбываются. Мечты сбываются, друзья. Точно? Прошу прощения, вчера накатался на собаках. Лайки, олень, е-е-е-е-е. В общем, ты смеялся на морозе и нет голоса, да? И строганина, да. И чуть-чуть немножко креплюсь сегодня. Надеюсь, все будет хорошо. Я уверена в этом. Хорошо, хорошо, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. О, но его не бывает. А как же ты? Как сын? Нет, ну, совершенства же нет. Даже говорят, у нас солнце есть пятна. Поэтому, да. Поэтому на тебе тоже. Ну, знаете, то есть у меня дома творческий беспорядок. Я не спорю. Я тоже читал эту книгу. Нет, не читал. Я ее взял, посмотрел. Это умная японка. Она написала, как все систематизировать. Это другая система. Это другая, да? Магическая уборка она называлась. Они говорили в другой нашей передаче в пятницу, девочки. Я заходил в республику, я взял ее, подержал, подержал, подумал. Потом, ну, ладно. Меня хаос устраивает. Нет, нормально. Нет, ну, на самом деле, конечно, дома должно быть чисто, уютно, приятно. Но и внутри тоже, безусловно, я с вами согласен, что нужно жить осознанно. И в данном случае я всегда говорю здесь и сейчас. То есть жить не завтра, не послезавтра, а здесь и сейчас и радоваться каждому дню, да? И дарить и самому, и себе, и окружающим улыбки и отличное настроение. Ну, какой-то структурирующий для тебя посыл твой лично. Это все-таки улыбка себе и, возможно, какой-то смех. И дальше хорошее дело. Первая реакция. Недавно один мой друг спросил, Дим, какая твоя первая реакция? И я, а-а-а. Он говорит, а-а-а. Он говорит, все ясно. Да, все ясно, то есть, вот. Ну, это важно. Это важно, потому что то, как мы себя чувствуем, то мы и проецируем, то мы и притягиваем, да? Да, да. Как подобное притягивает подобное. Однозначно. Если ты заходишь, улыбаешься и говоришь, привет, и тебе говорят, привет, да? То есть нет, бывает, что люди вне настроения, они делают так, но в любом случае эта улыбка, она им попала. И потом она начнет работать. Если даже они ее никак не проецируют, да, там, визуально, но она все равно попала. И она все равно будет работать. Ой, слушайте, я прям не могу удержаться. Я уже сходила на Диме на занятия, которое вводное было, да? И у него там было наводить порядок, так вот, берешь зубную нить и в извилинах. Я вот так вот чистоту такую как навела, потом мозг свой как отполировала. О, порядок в голове. Это вообще что? Как-то вообще тебе в голову это пришло, что можно смеяться, вот так сделать. Знаете, есть понятие такое, как счастье, а есть понятие радости. Счастье это что-то где-то там, оно либо будет, либо было. Вот здесь, сейчас, мы говорим, вы счастливый человек, меня спрашивают. Я говорю, ну да, я счастливый, но я не знаю. Потому что вот здесь и сейчас человек вряд ли может испытывать и сказать, я счастлив. А вы радуетесь? Да, вот сейчас мы сидим. Я радуюсь, я очень радуюсь. И мы радостные. И вот надо отделять вот это состояние радости и счастья. Когда ты радостен, каждый день радостен, то вкупе ты все равно будешь счастлив. Вот и все. А эти упражнения, они позволяют человеку сформировать в себе игривость, детскую игривость. Потому что мы исповедуем, есть понятие по причине смех, а есть понятие без причины. Взрослые, как правило, смеются по причине. Юмор, да? Тебе что-то рассказали, и ты такой, ахахаха, ахахаха. А ребенок смеется просто так. И вот, друзья мои, дети смеются 400 раз в день, а взрослые только 15. Мы забываем, как смеяться. И вот на занятиях мы переключаем этот тумблер, да, и начинаем смеяться без причины. И если этот смех детский вы будете культивировать, то вы вернете снова в детство. А какое время жизни для нас самое классное? Это детство, конечно. Сегодня даже сделал пост в инстаграме у себя, говорю, ребята, пожалуйста, не слушайте взрослых, будьте детьми, смейтесь чаще, улыбайтесь. И тогда все в жизни будет как? Хорошо. Мы это уже запомнили. Мне нравится, что дети никогда не устают. Они же носятся, вот ты за ними устанешь приглядывать. Видимо, это потому, что они очень много смеются. Пять минут смеха, это час активного отдыха. Вспомним Незнайку на Луне или в Солнечном городе. Пять минут смеха, там заменяет стакан сметаны. Кто сказал? Да, а вы помните корпорацию монстров, когда они сначала страхом питались, да, и там было вот столько, а потом один смех, и заскали. И там сразу много, да. Очень мощная энергетика, очень мощная энергия у смеха. Учеными давно доказано, что смех лечит. Проливает жизнь. Да, он повышает наш иммунитет. Он позволяет нам бороться не только с психологическими проблемами, да, но и с физическими проблемами. К нам пришел на семинарий мальчик, он был такой сгорбленный. После семи дней он был вот так, и он разговаривал, он умер. Это психологические зажимы, стрессы, все, что накапливается, смех позволяет победить. Но и доказано, не то что доказано, многие уже жизненные факты доказывают, что смех позволяет бороться и с многими заболеваниями, даже онкологическими. Да, потому что ты меняешься как-то внутри, инфляционно, что ли. Да, и самое главное, знаешь, что еще, бывает, что так, опустил руки. Вот опустил руки и сдался. А когда ты не опускаешь руки, он до старости лет, под 100 лет, люди, вот я маме подарил книгу «Это счастливый возраст». Там она начинается, герой от 60 лет, и потом там до 109 лет. Люди прыгают с парашютом, начинают заниматься бальными танцами, что-то еще, то есть, да, и вот это активная жизненная позиция. Мне мама потом понесла это в дом престарелых своих, сразу там, вот, смотрите, люди листают, улыбаются и радуются. Вот это вот самое главное. Это ощущение, когда ты просыпаешься, улыбаешься, и ты даришь миру и себе самому главное. Потому что принцип бумеранга, да, это принцип кармы, когда что ты несешь миру, то ты и получаешь. И любое там, вот я рассказал, я очень хочу, чтобы в Якутске люди в следующий раз, когда я приеду, они подносили кухую телефон, и я слышал этот заразительный смех. Это важно, и это переключает тебя сразу. А почему называется йога? Йога, потому что мы активно дышим. На самом деле, когда все говорят, я смеюсь, я тоже очень часто смеюсь, все смеются, но мы смеемся вот, мы смеемся только грудью. И мы дышим, как правило, взрослые, все только грудью. А вот почему дети до года, они орут даже, и они не срывают голос? У них, наверное, какое-то нишло. Да, все работают диафрагмы. И мы тоже, йога смеха, почему она йога смеха? Потому что мы активно дышим животом диафрагмой, и мы насыщаем кислородом организм. Это очень важно. И все упражнения, они такие детские. Да, вот, например, чистка мозгов. Мы берем сначала зубную нить и начинаем делать так. Я даже открою это, рассказываю. Да, мы чистим каждую свою зеленьку. Потом достаем мозг, кладем его в тазик, берем шампунь и начинаем. Ужас какой. А потом его ополаскиваем и натираем, чтобы он был блестящий. Одеваем, все. А может, еще какое-то упражнение? Подожди, у нас совсем немножко времени. Я вот, во-первых, предлагаю встать и отойти туда, потому что мы Диму обещали накормить, и все-таки исполним это. Обещай. Мы не туда напомним. Я помню. И какое-нибудь экспресс-упражнение покажешь. Да, хорошо. Знаете, я смотрел, как вы готовите. Я вам рекомендую. Смотрите, когда вы готовите, чтобы получилось все вкусно, оказывается, надо делать так. Вы берете муку и делаете так. Водичка. Прогнать обязательно. Все, понимаете, вы со смехом, с любовью готовите это все. И потом вы, когда даете, человек кушает, да, это вкусно, потому что вы зарядились со смехом. И еще, Мадан Катария показал, когда вы начинаете трапезничать, мне такой лайфхак показал, вы делаете так. Вы освещаете еду смехом. И тогда принимаем, когда и пищу, все будет вкусно и полезно. Вот так. Ясно. А как там было про староганину? Про староганину. О, лайфхак. Смотрите, не лайфхак, упражнение про староганину. Мы берем староганину, ножик, ну, просто ножик, да, и делаем так. Смотрите. Е-е-е-е-е-е-е-е. А потом берем староганину и делаем так. Теперь мы будем баллоны. Теперь, теперь староганину. Понимаете? И из любого дела можно сделать смех и ввести смех в свою обыденную практику. Например, берем утюг, да? Это же нелюбимое дело для многих. Каждый день почти. Каждый день. И мы делаем так. Или моем посуду. Посуду же вообще никто не любит. Детельно есть. Делаем так. И все. Понимаете? Мы смеемся. Тогда все можно полюбить. Ну да. Тогда все можно полюбить. И мы поднимаемся в настроение. Учеными доказано, что если мы просто даже улыбаемся, у нас мозг начинает вырабатывать эндорфин. И он говорит хозяину хорошо. И он начинает, даже если искусственно. Даже если делать так. Он работает. Да. А самое главное, смотрите еще. То есть у нас же в голове есть еще гормон стресса, да? Да. Это кортизол. Вот как бороться с недугами, с депрессией и так далее? Вот у нас кортизол. Надо поулыбнуться, посмеяться. И тогда начнет вырабатываться эндорфин, дофамин, серотонин, да эти гормоны счастья. И нам как станет? Хорошо. Давайте все вместе. Хорошо, хорошо. Е-е-е-е. Здорово. Слушай, ну спасибо тебе огромное. Я так полагаю, что свой обед ты точно заслужил. Поэтому разделишь с нами трапезу все непременно. Да. Я же хочу сказать, что твоими советами мы пользуемся практически каждый день. Во всяком случае, мы даже уже, мы уже сами не замечаем, да, что мы, твои практики, как-то они просто вошли в нашу жизнь. Согласитесь? Это здорово. Я хочу, чтобы эта практика вошла в жизнь всех никутян. Поэтому у кого есть возможность, приходите. С сегодняшнего дня... Воу, хулиганик. Хорошо, живая, живая. Да, с сегодняшнего дня я даю семинар, тренинг студии пространства. Это возле лакомки Лермонтова 36, по-моему. Вот, приходите с 7 часов, посмеемся. Я расскажу очень много полезных лайфхаков, упражнений. И нам всем с вами будет хорошо. Ну что ж, теперь вы знаете, где хорошо и лучше всех. Конечно, в программе «Город женщин». Мы всегда рады встрече с вами, всегда готовы поделиться с вами тем лучшим, что есть у нас и в наших головах, и в наших сердцах, и в наших душах. Посему по понедельникам, да и каждый день недели будней не пропустите программу «Город женщин». Всем удачи. Пока.